Сегодня мы с вами пришли к зданию по адресу улицы Силкина 10 дробь 1, на втором этаже которого расположился музей военно-исторической миниатюры. И вот мне интересно, оловянный солдатик – это просто забавная детская игрушка или недосягаемый музейный экспонат, трогать который строго запрещено и можно только любоваться сквозь витринные стекла? Ответить на этот вопрос можно только одним способом – посетив этот музей. Поднимаясь на второй этаж, мы заходим в небольшое, но уютное помещение. Мне даже не верится, что в двух комнатах этого музея уместилась мировая история. Глядя на витрины, я все еще вижу игрушки – яркие, интересные, такие похожие, но в то же время совершенно разные. А вот узнать о них немножечко больше помогают экскурсоводы, но обо всем по порядку. Эту коллекцию Вячеслав Викторович собирал многие годы, а самые первые миниатюры у него появились еще в глубоком детстве. Я их там не называл миниатюры, я даже слова такого не знаю. Солдатики, оловянные солдатики. И они появились, это были солдатики 60-х годов. Они такие столбики, страшненькие, одного цвета. Но зато их было много. Как много? 10 штук в одной коробочке. Потом привозили еще, потом через какое-то время еще, и появлялось уже их много. Можно было играть. Играть с друзьями, играть с мальчишками во дворе, играть там дома можно было играть, терять их можно было десятками, потому что они ничего не истали. Всего 71 копеечка. Но о коллекциях-то, конечно, никто не думал. Конечно, какие там коллекции. Просто вот куча солдатиков в одном полиэтиленовом мешочке. Даже не сколько в полиэтиленовом, сколько в картонных коробках или в бумажных мешочках. Мысли о коллекции появились позднее. Запас миниатюр расширялся. Пластиковая красная конная армия, богатыри, участники Донского похода, Мамаева сражения. И уже стало интересно. Хочу вот такой комплектик где-то купить. И уже начинаешь через друзей спрашивать, может, кто-то в Москву поедет. Или у нас в магазинчике здесь был. Тогда магазин «Мелодия» назывался. Продавали солдатики. Мы туда экономили на завтраках и бежали туда мальчишками, чтобы себе купить таких вот солдатиков. Конечно, ценились цветные, зелененького цвета, чтобы лица были светленькие, белые, красненькие погонечки. Это было, конечно, интересно. Ну вот это, собственно говоря, такое мизерное начало всего этого. Ну, совсем маленькое. Потому что играть мы уже стали, уже, ну, как, не смотревшись в фильмах, мы уже стали рыть окопчики. То есть они все по науке. Солдатики сидели там, стояли шеренгами. Мы их тогда не знали, что эта цепь называлась. Кавалерия наступала прямо вот кучей. Ну, сейчас это называется лавой. Вот. То есть вот уже какой-то был элемент не просто солдатиков, а игры. Годы шли, число солдатиков продолжало расти. Новых героев пока еще небольшой коллекции Вячеслав Викторович привозил из разных уголков мира, куда отправлялся на стажировку или учебу. Хранил их дома в коробках и шкафах, но свободного места для них становилось все меньше. Так детское увлечение плавно переросло в страсть коллекционирования. Они хотя и до этого, где-то там вот, ну, до 90-х годов, до 2000-х, они все равно как-то собирались, да, потихонечку. Приобретались в разных местах. Санкт-Петербург, Ленинград, тогда Москва. Они потихонечку собирались. А тут их стало просто достаточное количество. И первая самая у меня выставка была такая солдатиков в нашем городском музее. Она сначала я выставлял первый, самый первый раз выставлял свои вообще подделки деревянной солдатики. То есть что сам делал. Потом были такие даты и к Великой Отечественной войне, и к 200-летию этого, в Отечественной войне 1812 года. И то есть вот к этим датам я там тоже выставлял вот этих солдатиков. Ну, люди приходили, смотрели, и у меня уже тогда такие планы-то Наполеона. Все-таки раз он есть на витрине, почему бы самым им не стать? Ё-моё, вот музей бы, вот помещение, где бы можно было все это, вот где-то собирать, все это хранить. Потому что их просто много. О войске коллекционера писали в разных газетах. Первую статью Вячеслав Лапашов хранит и по сей день, а вышла она еще в прошлом веке, в 1991 году. В заметке на лаконичный вопрос, зачем ему это нужно, отвечает так, успокаивающе действует. Если на душе хмуро, поставишь войска, скомандуешь, и они идут в атаку. Но войскам нужен масштаб. В домашних коробках им было тесновато. А потому Вячеслав Викторович все чаще задумывался о создании хранилища, в котором будет достаточно места для миниатюр, и где они будут открыты для просмотра всем желающим. По музею пока речь не шла, то есть хотелось просто где-то, чтобы они были. Но не только дома в коробочках лежали, но их можно было посмотреть. И так постепенненько, вот, центр внешкольной работы, вот, как-то так, как-то вот я сюда попал, прям так радостно это все, все попало. И здесь можно было уже установить, и витрины поставились, они уже здесь были, витрины. И солдатиков можно поставить, и начать оформлять экспозиции. Экспозиции, причем, разные. Здесь можно же, исходишь из того, что у тебя есть. Больше всего, конечно, был 1812 год. То есть это Бородинское сражение, это Шенграбин, это Аустерлиц, это изгнание Наполеона, это Ватерлоуд. Ну, то есть уже такие, наполеонская эпоха мы ее называем. Их было больше всего. В сентябре 2018 года музей военно-исторической миниатюры распахнул свои двери для жителей города. Так началась история этого удивительного места. Особого внимания в экспозиции музея заслуживают диорамы. Это моменты ключевых сражений мировой истории. Очень долго делалось, прям так тяжело как-то нашла. Но тяжело в том, что трудно приобрести комплекты поляков. Они, ну, как-то редко выпускались. Это сражение под Москвой ополчения Миной Пожарского, второго нижегородского ополчения, с поляками. Ну, поляки тоже это образно, да. Там была часть поляки, там были венгры, там были запорожские казаки. Ну, они где пласят, там и воюют, собственно говоря. Вот. То есть там такая вот большая вот была такая целая армия. Но по численности небольшая, там 15 тысяч, но тем не менее, сражение длилось несколько дней. Нижегородское ополчение, которое пришло, основная его ядорость в Нижний Новгород пополнялась в Костроме, пополнилась в Ярославле. И по пути люди добавлялись. Поляки выскакивают из Кремля, навстречу им движется Дмитрий Пожарский. Тогда еще не с ополчением, а просто с москвичами. Это первое ополчение. За основу диорамы Вячеслав Викторович взял фильм «Мининый Пожарский», который смотрел еще в детстве. «Мининый Пожарский» «Мининый Пожарский» Жемчужина коллекции музея «Диорама Бородинское сражение». О ней уже много говорили. Первый комплект солдатиков, участников этого сражения, Вячеслав Лапашов купил еще 30 лет назад. Это были гвардейцы-гренадеры. Здесь около 2000 солдатиков. Собирались эти, эта диорама в течение 30 лет уже, никому не секрет. Ну, собиралась она быстро, 3 месяца. А солдатики сами подбирались. Их же нет в одной стране одинаковых. Понимаете, в одной стране, вернее, разных. Потому что в одной стране могут быть, скажем, пехота, кавалерия, артиллерия. И все. И из них ничего не сделаешь. То есть нужно искать где-то еще похожих. А где взять Германию, где взять Францию, где взять тех же итальянцев или поляков. И поэтому приходится их искать в разных странах. Ну, там, они продаются. Есть же много магазинов всевозможных, интернет-магазинов. Но за 30 лет удалось собрать вот эту диораму, достаточно интересную, где русские войска под руководством Михаила Ирлановича Кутузова и других генералов и в противостоянии на Бородинском поле с армией Наполеона, со своими союзниками. 638 тысяч все-таки перешло границу Российской империи. И около 50 тысяч ее покинуло в итоге французов. В бою сошлись более 250 тысяч военных обеих армий. Здесь и батарея Раевского, флэша Багартиона, старая Смоленская дорога деревни Утицы, где прошло масштабное сражение. В три метра игрушечного поля боя уместили 6 километров реального сражения. Смоленская дорога Армии без вождя войну не выиграть. За каждым масштабным сражением стоят легендарные личности. Их опыт, смекалка, военная мудрость далеко не один раз меняли ход истории. Либо оставляли в ней свой след, зачастую кровавый. Здесь, в музее, их сложно не узнать. Например, легендарный воин, борец за свободу Уильям Уоллес. Не стану скрывать, о нем я впервые узнала из художественного фильма «Храброе сердце». «Мы не хотим воевать! Нет! Мы убежим! И будем жить!» Дерись, и можешь умереть. Убегай и живи какое-то время. И через много лет, умирая в своих постелях, вы будете готовы отдать все эти годы за возможность вернуться. Вернуться сюда и сказать врагам, что они могут отнять у нас наши жизни, но они никогда не отнимут нашу свободу. «Свобода! Свобода! 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 Свобода!» Миниатюра в музее сделана по образу киногероя, которого сыграл Мэл Гибсон. А рядом стоят легендарные мушкетеры. Также здесь я нашла и Федора Ушакова. Александр Невский, да, который возведен в ранг святых людей. Ну, на самом деле, представляете, он 20-летний парень, а сделал такой вот, великие победы уже одерживал. А княжец он стал в 16 лет. Ну, мальчишка. По нашему времени он еще ничего не умеет. Он еще даже ЕГЭ не сдавал. А в тот момент он мог править государством. Ну, я ничего не говорю о воспитании, да, но сам факт является фактом, что какие были великие люди. Одна из главных экспозиций музея посвящена животрепещущей теме – Великой Отечественной войне. Летчики, моряки, военно-морской флот, пехотинцы, разведчики – здесь есть все. Ее начало, герои Бреста и окончание – Парад Победы. Больше всего, конечно, витрины посвящены ей, и много артефактов посвящены Великой Отечественной войне. У нас есть и полный комплект униформы, у нас есть и макеты вооружения. То есть мы можем, когда люди приходят на экскурсии, мы можем показать, как это все выглядело на самом деле. А витрин много. Это очень большое количество миниатюр, оловянных солдатиков, купленные еще, приобретены там, ну, очень давно, там, лет 15-20 назад. Ну, а основная масса вот появилась вот сейчас именно, ну, почему-то вот получилось так, что их стали больше выпускать, причем разных. Всех родов войск – артиллерия, кавалерия, авиация, это военно-морской флот. Ну, он нам очень хорошо, как бы, помог в этом отношении, я уж не знаю, в кавычках, без кавычка, это журнальная серия, выпущена там, 200, с лишним 250, по-моему, штук солдатиков было выпущено, вот, на Великую Отечественную войну. Это очень интересно. Ну, на эти же темы выпускали и другие страны. Например, Дель Прада, Испания выпускала, Альпини, итальянцы выпускали. То есть эти солдатики, они есть из тех иностранных коллекций у нас, ну, немножечко, но есть. Нельзя купить все. Да и смысла никакого нет. Надо как-то, я говорю, пришел, увидел, купил. Игрушки среди экспонатов все же есть. Так вот ты какой, стойкий оловянный солдатик, подумала я, только взглянув на витрину. Это те солдатики, с которых и началась история всей оловянной миниатюры. Вячеслав Викторович купил их в Нюрнберге в 2010 году у фрау Хенриксен. Сейчас магазинчик, в котором они были приобретены, к сожалению, прекратил свое существование. Посетив этот музей, я испытала настоящую бурю эмоций. Поражая детализацией миниатюр, восхищая то, как наглядно с помощью этих маленьких человечков рассказывают о глобальных исторических событиях. А разнообразие эпох и стран, которые они олицетворяют, вызывает просто неподдельный детский восторг. Так что уйти отсюда равнодушным у вас точно не получится. Субтитры создавал DimaTorzok